Антон, доброе утро, тебе слово! Махнул крылом и сказал, поехали, Дмитрий, оператор, сейчас, как буквально меня, Юрия Гагарина, телевидение нашего Красноярского отправляет к вам в гости. Доброе утро, Красноярск! Здравствуйте, студия, где мы находимся? А мы находимся в Центре стандартизации и метрологии города Красноярска, а именно в испытательном центре этого учреждения, в кабинете химии, лаборатории, где, испытательного центра, где можно определить, сколько химикатов содержится где и наличие металлов. И сегодня утром вместе с нами встречает прекрасный Артем Смирнов, лаборант, исследователь, инженер, инженер, в отличие от меня, гуманитария. Артем, расскажите, пожалуйста, вот все мы видим готовый результат проверки того или иного продукта, хлеба, пельмени, кукурузки, а как он происходит, этот процесс? Понятно, что, я сейчас поясню для телезрителей, попадает какой-то продукт в Центр метрологии, проходит кучу подготовительной работы, там определяются образцы, нумеруются. К вам уже безликий продукт приходит, да? Так, точно, безликий продукт приходит, он подвергается пробоподготовке, удаляется органическая матрица и все переводится в неорганическую составляющую, в минеральную. Допустим, на примере хлеба, если мы рассмотрим, хлеб сожгли, до белой золы перевели все это в раствор и раствор уже мы измеряем на атомно-абсорбционном спектрометре. Атомно-абсорбционный спектрометр! Спектрометр! Желаю вам доброе утро, дорогие телезрители! А вот о чем говорил Артем, вот это, между прочим, булочка, ну пол булочки, ну кусочек... 25 грамм. 25 грамм хлеба из муки первого сорта. И покажите, пожалуйста, как вот там пламя-то сейчас... Я не думаю, чего я экономю. Да, там уже можно, да, на камеру еще показать? Вот. Вот, посмотрите, здесь есть такая печечка. Как этот аппарат действует? То есть мы сейчас... Капилляр погружается в контрольный раствор или в пробу, и жидкость распыляется в пламени, и происходит идентификация сигнала. Чем больше сигнал, тем выше будет абсорбция. То есть... Вначале мы калибруемся, и потом уже по полученному калибровочному графику определяем в пробе, сколько же там свинца, гадмия, мышьяка, а может быть даже ртуки. То есть мы забиваем компьютер ГОСТы какие-то, да? И потом проверяем, соответствуют они или нет. Ну, ГОСТы мы не забиваем, мы забываем концентрацию. И по этим концентрациям мы уже смотрим, превышает или не превышает каких-то пределов. И вот эти образцы, у них все ок. Ничего не превышает. Зачастую, да, бывают редкие исключения. Ну, а как вы знаете, чего больше всего у нас в красноярском хлебопулочных изделиях? Ртути, свинца, гадмия? А ничего нет. А, вот так вот, да? Да. Все прекрасно. То есть едим нормальный сибирский хлеб. Да. И не переживаем. И не переживаем. То есть вот этот вот атомно-абсорбционный спектрометр, он только вот фунциклежный, у него часть вот эта. А вот эта там... Здесь стоят лампы, на каждый элемент своя лампа. Что они делают? Что-то сложное они делают с утра, не перескажут вам, дорогие телевизорники. В эфирное время не уложимся. Да, в эфирное время не уложимся. Ну, и мы продолжаем наше исследование на тему хлебопулочных изделий. Напомню, что мы в Центре стандартизации и метрологии Красноярском. Отмечаем День качества вместе с инженером-лаборантом Артемом Смирновым. В следующем включении из очередного закулисья вас ждет интересная информация. Студия, алло!